Всем привет, с вами Прия. Обычно я испытываю удачу в среду, но сегодня вторник, время вечернее, и вышел новый патч в Херстоуне, Спасители Ульдума. Собственно, 135 новых карт, уникальные механики, уникальные нововведения. В общем, сделан предзаказ, куплены паки за голду, 108 паков, упадет, я уверен, ну, легендарочек, наверное, 10 хотя бы. Начнем же. Вау, золотая редкая. Ну, ничего себе, эпическая карта меняет местами верхнюю карту в вашей колоде с верхней картой в колоде противника. Интересно. Ну, новые механики. Ох ты, ничего себе. За каждое заклинание в руке призывает случайное существо за ту же ману. Это что-то типа астроманки, как у мага, только работающая только на заклинаниях. Забавно. Ничего себе, Зефрис. Самая лучшая легендарка, наверное, текущего патча, которая дает идеальные карты. То есть, смысл идеальной карты таков, что происходит раскопка при установке этой карты и просто-напросто дается карта, которая подстраивается под ситуацию. Например, если стол усеян существами, то дается какая-нибудь волна огня. Это весьма неплохо. Нет, ну, вичские карты, это, конечно, хорошо, то, что они падают каждый пак сейчас на протяжении двух, но хочется легендарочку какую-нибудь. Ух ты, ничего себе. Квест на друида. Да, квесты вновь возвращаются в эту игру. На каждый класс они есть. Друид, наверное, это не тот класс, которым бы я хотел играть, но посмотрим. Что это такое? Это легендарная карта 300, который призывает существо, его здоровье становится равно здоровью этого существа. То есть, если на жреца я вешаю различные божественные духи на увеличение хп, слово сила щит на увеличение хп, его хп будет там, допустим, 30. Ну, там на какой-нибудь восьмой мане, девятый это вполне можно реализовать. То есть, хп растет, растет, растет. Исхода в ход, если существо живет. И потом я призову кого-нибудь кабанчика, сделаю на него переворот. Ну, неплохо, неплохо. Хорошая стратегия, вполне. Армагеносец. В конце вашего хода существа с провокацией в руке получает плюс два, плюс два. То есть, некий таунтвар. Забавно. А это что? О, это же самый лучший квест, почти. Суть в том, что, выполняя квест разбойника, даются в награду древние клинки, эти клинки заменяются обычными, и при атаке герой не получает по себе дэмэджа, то есть неуязвим в момент атаки. Это слишком сильно, и с учетом быстроты разбойника, квест может сделаться, ну, достаточно быстро. Так, нет, меня это все, конечно, доконало. Я зря, что ли, делал предзаказ. В 80 паков тратил голду варкрафтовскую, я хочу еще легендарочек. Ну, типа, мало, реально. Делаем тайный код, так уже делали люди в прошлом. Ну, посмотрим, как это прокнет конкретно у меня. Что нужно сделать? Нужно просто взять последний пак и образно начертить свой никнейм. Поехали. P R I A A Я не смотрю. Я все нажал. Короче, не работает невезущий человек в Харстоуне. Надеюсь, завтра хотя бы во время вскрыти недельных сундуков в Варкрафтике повезет. А также, зайдя в игру в течение, по-моему, 30 или 90 дней после выхода нового дополнения, можно получить бесплатную легендарку. Сейчас посмотрим, что золотая. Ну-ка, что тут у нас? Так, спасители Ульдума прибыли. Прекрасно. И это квест и золотая легендарная карта за предзаказ Укротитель Ящеров Бран. Если в вашей колоде нет одного карта, призывает Короля Круша. Тот, что с рывком, да? Неплохо. А, ну и, конечно, особый квест, который посвящен выходу нового дополнения с розыгрышем 100 карт. Прекрасно. Конечно же, после вскрытия паков очень много повторных карт, различных там редких, обычных, может даже эпических. Посмотрим, какие карты нам предлагают распылить. 48 редких лишних получается и 287 обычных. Ох, сколько это много пыли. Прекрасно. Можно будет закрафтить себе что-нибудь идеально мощное. Всех вам благ, счастья, здоровья, хорошего дропа. Берегите ноги. До скорого.